Всем привет на канале саморазвитие и обучение. И сегодня мы поговорим о проблемах в жизни человека и как их решить. Конечно же проблемы существуют в жизни каждого человека. Это материальные проблемы, проблемы здоровья, одиночества и многие другие. Все трудности дуального и материального мира существуют для того, чтобы человек развивался и не стоял на месте. Даже когда человеку кажется, что он развивается, совершенствуется и обучается в духовных школах, все же именно возникновение реальных проблем в его жизни позволяет понять, чего он достиг в своем развитии и как легко он может решить свои жизненные проблемы. Проблемы в жизни человека. По существу все трудности и жизненные проблемы даются человеку не для того, чтобы он мучился и страдал. Человек проходит определенные уроки на планете Земля и каждый урок имеет свою ценность, потому что просто так ничего не возникает. Через свои проблемы человек развивается и все препятствия, как зеркало, отражают внутреннее несовершенство самого человека. И это и есть возможность сделать внутренний мир более чистым, более совершенным. Когда человек решает свою проблему правильным образом, его жизнь меняется и подобная проблема больше не повторится. И это можно назвать исцелением своей души. Никто свыше не желает страданий и проблем человеку, потому что такие проблемы и трудные жизненные ситуации считает своим страданием ограниченное человеческое мышление, построенное на эго и служащее ему. На самом деле человека с его телом, сознанием, личностью и эго создала именно душа для своих задач и своей эволюции, чтобы человек развивался и становился ближе к Богу, к свету и любви. Проблемы и трудности в жизни человека указывают на то, что ему нужно измениться. И это не страдание, а дар, позволяющий выйти за рамки обычного человеческого мышления, за рамки трехмерного дуального мира. Решив свои проблемы и позитивным образом, на анализе, на любви, человек соединяется со своей душой. И такой человек уже не ищет легких путей, бросая свои семьи, не уходит в алкоголизм и наркотики. Все, что нужно, это воспринимать жизнь такой, какая она есть, и искать причины проблем внутри себя. Таким образом, проблемы в жизни человека заставляют его двигаться вперед, и решение своих проблем делает нас лучше. Как решить проблемы в своей жизни? Рано или поздно большинство людей сталкиваются с вопросом, как решить проблемы в своей жизни. Довольно часто бывает, что в семьях возникают негативные ситуации, ссоры и непонимания. И человеку порой даже хочется все бросить и уйти из такой семьи. На самом деле от судьбы не уйдешь. К тому же другие члены семьи просто помогают такому человеку увидеть свои несовершенства, внутренние страхи, обиды, дисгармонию, которую нужно очистить и проработать. Близкие люди на самом деле не желают боли и страданий родному человеку, а потому не следует обижаться на слова и поступки других членов семьи. Нужно заглянуть в себя, найти свою внутреннюю боль. То, что вызывает раздражение и исцелить свои внутренние проблемы. Исцелив свою внутреннюю боль, человек перестанет притягивать к себе подобные проблемы, обидные слова и семейные конфликты. Если внутренний мир чист и наполнен безусловной любовью, человека уже не интересуют игры в иллюзии этого мира. Конфликты, ссоры, скандалы, и они не будут притягиваться в жизнь такого человека. Главной проблемой в жизни людей являются не сами проблемы, а привязанность к ним, привязанность к своим желаниям и привязанность к радостям от мирских желаний. Уже само рождение в этом мире является проблемой, потому что все заканчивается и разрушается. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем. Многие желания не исполняются и порой приходится терять то, что имеешь. Разлуки, болезни, старость и смерть. Этот мир непостоянен и является страданием. Вот истина этого несовершенного мира. Когда у человека есть желание и он получает радость от желаний, то само собой возникает привязанность к таким желаниям и возникают страдания. Когда человек не привязан к своим желаниям, не привязан к этому миру, то и проблем практически нет. Даже если существует неразрешимая на первый взгляд ситуация и облегчение не наступает, то скорее всего решение такой проблемы находится за пределами человеческого сознания. Как же решить проблемы, возникающие в жизни? Наверное, стоит отпустить такую ситуацию и отдать ее Творцу со словами «Дорогой Бог, я сделал все, что мог в этой ситуации, но ничего не изменилось, поэтому возьми, пожалуйста, эту ситуацию и разреши ее». В жизни человека могут существовать тяжелые болезни и трудные жизненные ситуации, а потому существует такая вещь, как смирение, а это мощнейший механизм очищения. Смирение всегда почиталось святыми людьми, они и стали святыми благодаря смирению. Когда человек смиряется, он предоставляет Творцу или Богу самому решить жизненные ситуации и очистить человека. Нужно согласиться с тем, что человеку с его узким взглядом на жизнь порой тяжело даже жить, что говорить о решении каких-либо проблем. Смирение и покаяние – это первые шаги доверия своей жизни Богу, и это первые шаги устремления к Богу. Когда человек устремлен к Богу, его желания и проблемы уменьшаются, а страдания этого мира почти не воспринимаются. По существу, страдания и проблемы возникли тогда, когда человек одолелся от своей души, от Бога, который внутри него и стал служить своей личности, своему эго. Существует свобода выбора, но выбор Бога – это всегда свет, это следование законом Бога и любви. Если же человек выбирает свой жизненный путь сам, не считаясь выбором своей души, с выбором Бога, то его ждет путешествие по мирам иллюзий, по мирам страданий и всевозможных проблем. Это и есть отделение от Творца, Бога. Человек все время гоняется за иллюзорными вещами этого материального мира, но главное сокровище – это душа, это Бог. И это и есть истинное и нерушимое состояние сущности каждого человека. И потому каждый человек может доверить свой выбор Богу и стать его выбором. Святые люди или отшельники переставали выбирать свои жизни, полностью доверившись выбору Бога. И каждый человек может это сделать. Вовсе не обязательно становиться отшельником, чтобы ответить на вопрос о том, как решить проблему в своей жизни. Когда человек устремлен к Богу, то перестает мыслить обычным человеческим мышлением и перестает оценивать свои жизни. А что значит не оценивать? Это значит, что страдания и проблемы не задевают такого человека. Уже нет понятия отсутствия чего-то и нет сравнения себя с кем-то или чем-то. Это приобщение себя к Богу, возвращение к Богу. В этом мире человек живет в своих иллюзиях, испытывает множество проблем, страданий и несчастий, не понимая, что это только сон. Когда человек доверяется выбору Бога, многое становится понятно. Проблемы исчезают и обретается подлинный смысл. Заключение. Проблемы в жизни человека показывают, что он должен меняться. Проблемы просто указывают на несовершенство человека, его внутреннего мира. Творец желает, чтобы каждый человек развивался, и потому различные проблемы, возникающие в процессе жизни, его своего рода подарки, через которые каждый должен осознать свое единство с миром и Богом. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!